Иерические победы. Знаете, мы, конечно, очень хотели сегодня победить, потому что последняя игра сезона. Опять же, конкуренты нас поддавливают. И очень хотелось закончить такой на хорошей ноте наши домашние игры. Вот. Ну, сами видели какие-то голы такие. Я так и считаю, что они как будто по ветру забиты были нам. И вот такое обескураживающее начало. Для меня это как валидольная такая игра. Но в перерыв, честно вам скажу, можете спросить потом у футболистов. Я им сказал, что вот вы сейчас выйдете и забьете один гол, и потом еще забьете. Успокойтесь, терять-то нам нечего. Наше спасение это в футболе. Не надо никуда бить, никуда нагрузить. Наше спасение в футболе, опять же. И вот так все удачно. Как бы и красиво, и голы такие красивые. И забили лидеры, и как бы Падерин, которого болельщики наши полюбили. За этот короткий промежуток отличился. Хорошую передачу давал. И сам забил красивый гол. Победный, наверное, да? Да. Третий побед. Можно только порадоваться за молодого футболиста. И, в принципе, впереди нас ждут только еще более напряженные матчи. Но к ним мы подойдем в очень хорошем настроении. Уважаемые коллеги, ваши вопросы? Евгений Григорьевич, клубащик торпеда. Одно вопрос. Первый. Чем высловили выбор вратаря? Почему не Дохин играл, а не Незрюхин? Хорошо выкендававший себя в матчах предыдущих. И второй вопрос. Чувствует ли вы поддержку болельщиков? Чувствует ли я эту поддержку драки? Ну, конечно, они чувствуют. Поддержку наших болельщиков. Наши болельщики на протяжении всего сезона поддерживали нас. Как и дома, так и на выездных матчах. Понимаете, иногда даже приятно видеть, когда мы едем в другой город, приезжаем. Там своих-то болельщиков нет, а наши есть. То есть, о нашем-то есть дело до наших даже выездных игр. Это всегда приятно. А с вратарем, чем обусловлено? Знаете, они у нас в принципе, я считаю, что достаточно два равных вратаря. И они играют до каких-то роковых ошибок. Я вам как бы открою такой секрет. До роковой ошибки, которая приводит к какому-то результату отрицательному для команды. Сашка Незрюхин хорошо играл последние игры, но у него был настолько неудачный выезд в Шексну. Мы пропустили такой нелепый гол. Я считаю, не досчитались очков. И опять же вам скажу, здесь еще большое дело имеет опыт вратаря. Все-таки 21 год, а игры решающие, тяжеловато им. Тяжеловато. Защитники должны чувствовать уверенность в себе. А это исходит от вратаря. Вот поэтому он играл. Еще вопросы. Евгений Генневич, и все-таки есть какие-то надежды, что финансирование будет? Что вам говорят? Мне говорят, спокойно занимай первое место, если получится. Приятно даже слышать такое. Вот знаете, сегодня один из учредителей мне сказал, ребята готовятся. Я говорю, да. Чем мы можем помочь? Что необходимо, чем мы можем помочь? Может быть, что-то нужно? Я говорю, да нет, вы все сделали. Дело только за нами осталось. То есть карт-бланш у нас на руках. Евгений Генневич, каково это в такой погоде? Все нехорошо было. Ну, играть-то, вы знаете, играть-то, ребята, им, наверное, я думаю, тепло было. А смотреть в такой погоде, каково, вот это, я не знаю. Погода как-то померела на игру? Погода? Честно сказать, я опасался вот этой сырой погоды, потому что она уравнивает шансы команд, понимаете? Уравнивает на тяжелых полях тем командам, которые послабее, им легче оброняться. Ну, тут немножко сыграло нам на руку. Евгений Генневич, а команда психологически готова к выходу в первую, либо ГПР в первую минуту? Ну, знаете, по факту разберемся уже, ввяжемся туда. Я прекрасно понимаю, психология футболистов, что-то для них новое, неизведанное. Я думаю, мы постараемся побороть. Не будем сначала, давайте постепенно решать задачу, как бы, если у нас все получится, и мы решим задачу, то уже будем думать о том, как мы там будем играть, и кто там будет играть. Вот. Ну, опять же скажу, давайте не будем бежать впереди паровозы, как бы, я так немножко суверен в этих отношениях. Все-таки еще вопрос на перспективы. Вы планируете остаться наставником команды в будущем году, и как вас вы чувствуете? Ну, вы знаете, если что-то мы, как бы, с задачей не справимся, это, наверное, будет для меня самое главное разочарование последних лет моей работы. Скорее всего, я в состоянии здоровья, как бы, не буду работать. А если мы все-таки решим задачу, тут уже, понимаете, я вот сейчас нахожусь, можно сказать, под парами, жду только окончания чемпионата. Вот. Меня ждет немецкий доктор, который меня перервал. Вот. И на консультацию. То есть, что мне делать дальше? То есть, пока вот то, что я съездил, лечился, улучшений нет никаких, прошло три месяца. И тут мне надо будет, как бы, выбрать, либо заняться здоровьем, либо там карьеру свою, как бы, дальше строить. Ну, опять же, все будет зависеть от того, как мы решим поставленную задачу. Вот в ближайших двух играх. Вот. И от этого будет очень много зависеть. Еще, если можно, вопрос о составе команды. Просто, вы сейчас на связи с ним поговорили. Он сказал, что контракт у него заканчивается в этом году, а дальше на смотрение руководства команды. Будет он, наверное, сигнал? Вы знаете, я ребятам это сказал, чтобы они не боялись выхода в первый дивизион. Ведь почему боятся многие футболисты выхода в первый дивизион? Потому что они прекрасно понимают, вот во многих командах, претендующих на первое место, они побаиваются еще того, что в первом дивизионе поменяют практически там процентов 70-80 футболистов, оставят несколько человек, а остальные придут и будут играть чужие. То есть одни зарабатывают это право играть, а другие там играют. Я объяснил футболистам, это был разговор где-то дней 10 назад у нас, когда все эти игры начинались, вот эти последние наши, перед поездкой, Волода Череповеца, что со стороны тренера это утопия, поменять 70% там основного состава. Знаете в чем причина? Я, во-первых, не Купертфильд, понимаете, из 8 из 10 новых человек объединить их в команду и научить их играть, как я хочу, это невозможно, это невозможно. Мы вот этих-то футболистов, я вам говорю, мы с вами 4 года добивались того, что вот сейчас имеем, то есть то, что вы умеете, вот, а я за 3 месяца не смогу новых футболистов научить этому и рассчитывать на абы как, что вроде кто-то и на каком-то мастерстве, я думаю, что в принципе процентов 80 нашего состава, они готовы играть в первом дивизионе. Единственный психологический момент, надо будет его, вот игры будут все вот такие, вот как вот это, как с Иванова, как вот напряженные, но это будет поначалу, а потом это все пройдет, главный первый период будет вытерплен. На этом мы отпускаем. Нет, вопрос последний, можно? Евгений Викторович, а вы сами лично верите, что в двух оставшихся матчах все будет хорошо? Если бы я не верил, я бы не вернулся с больничного. Понимаете, я только ради этого и вернулся, потому что, в принципе, есть смысл ради чего работать. А если бы я не верил, не верил бы в ребят, не верил бы вообще в такой успех, я бы сейчас дома на диванчике, честное слово. Сейчас бы только ваши репортажи смотрел и радовался, или там огорчался. Честное слово. То есть я самый первый, кто хочет в первый диван, это я, а все остальные только за мной. Вот.